14 мая глава Андрей Шубин подписал распоряжение об открытии городского пляжа. Открыть городской пляж для купания людей в отведённой акватории Десангольского районного района в час 1.06.2018 года. Установить время работы пляжа ежедневно с 11 до 20.00. У коммунальных служб города началась ремонтная кампания. Начинаются конкурсные процедуры по ремонту крови и ремонту внутри подъезда. И начинается ремонтная кампания на внешних инженерных сетях. На этой неделе у нас начинаются испытания на тепловых сетях 4, 6 и 2 микрорайона. С четверга будет проводиться ограничение по горячей воде в домах 4, 6 и 2 микрорайона. И по результатам испытаний будет проводиться ремонтно-остановительная работа. Если этого потребуют результаты испытания. 15 мая на стадионе детской и юношеской спортивной школы стартовал чемпионат по футболу «Кожаный мяч». Сейчас идёт работа по организации и проведению летней оздоровительной кампании. В реестр лагерей Смоленской области включены 5 лагерей, которые будут работать на базе всех наших школ и домов детского творчества. Мы приглашаем школьников для организованного отдыха в лагеря дневного пребывания. И по всем вопросам приёма в лагерь можно обращаться как в сами учреждения, так и в комитет по образованию по телефону 744-14. Хочу отметить, что питание воспитанников в лагеря дневного пребывания будет организовано как за счёт субсидий из областного бюджета, так и за счёт родительских средств. Комитет по культуре и молодёжной политике города продолжает свою работу. 17 мая в 18.00 Центр культуры и молодёжной политики приглашает на отчётный концерт детского вокального коллектива «Калибри» в гостях у сказки. 18 мая наш историко-краевический музей отмечает своё 20-летие. С программой мероприятий можно ознакомиться на интернет-площадках администрации города Десногорска. Также 18 мая в 16.00 в Центре культуры и молодёжной политики состоится ежегодный конкурс детского творчества «Зажги свою звезду». Отдел социальной защиты населения Десногорска проводит оздоровительную кампанию для детей-льготников. Выданные путёвки не только по территории Смоленской области, но и первая группа детей отправилась на Азовское море. Ждём дальнейших путёвок. Ещё хочу обратиться к льготникам. Если некоторые выплаты по разным льготам проводились вперёд за месяц, то сейчас график будет сдвинут, и все выплаты будут проходить месяц в месяц. То есть льготники будут получать выплаты в начале текущего месяца. Уровень безработицы в Десногорске составляет 0,62%. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!